Христос посреди нас, мои родные, любимые христолюбцы, все братья и сестры в Христе, всем желаю радоваться, веселиться в Господе, всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку в совершенный Христов возраст по Его образу, Его подобию и Его учению оставили нам в Евангелии. Что мы, малыш, идем ко мне. Вот он мой, звезда Ютуба. Я хотел ролик записать о том, что, помните, как Иисус сказал, достаточно для ученика, что он будет как учитель Его. И всякий, усовершенствовавшись, сделавшись совершенным, будет как совершен Господь Бог наш, свят и непорочен в любви. Бог есть любовь, Бог есть благо, Бог есть совершенство, Бог есть красота, Бог есть истина, и мы все должны в этот возраст прийти, в эту совершенную меру. Помните, как потом Павел писал Тимофею, а он уже как учитель. Во-первых, вы помните, что после Иисуса остались кто? Ученики, которые стали учителями. Вы помните, как апостол Павел пишет Тимофею, учитель, который Павел стал учителем, ибо обладал всеми дарами Духа, в том числе учительства. И что он делает? Учит. И из ученика Тимофея, возлюбленного сына, делает учителя. Учит его собственным примером быть учителем. И что он ему говорит? Сам научившись, передай и другим, способным научить других. Вы заметите, какая цепочка? Господь наш учитель говорит, кто я для вас? Господин и учитель, и я точно то. Вы называете меня господином и учителем, и я по уму чуть-чуть на лапу наступил. Я точно он. И вы будьте учителями, и заквашивайте дальше мир. Павел учит Тимофея, хоть и чтобы он стал учителем, и в свою очередь научил, способных научиться, и дальше научить, он говорит. Передай то другим, он говорит, вспомните, в Тимофея, я не помню там главу стих. Он говорит, что передай то, способным научить других. То есть роди их во Христе, сделай их учениками, и возрасти их до учителей, чтобы они способны были дальше сделать новых учеников и новых учителей. Это великолепно. Мы должны заквашивать мир. Мы должны сами родиться, сами вырасти, сами стать учителями и оставить после себя учеников. А точнее не учеников, а учителей. И эти учителя будут порождать новых учеников и из них взращивать учителей. Это обязательно. Это заповедь Иисуса, это заповедь любви, это дело любви, это заповедь любви, любовь – всё. А дела любви разные, и это одно из дел любви. Это прекрасно. Я хочу открыть новый плейлист, это первый ролик. Братья и сёстры мои, родные, любимые, которые особо мне близки, меня окружают. Мы в течение полгода там в Телеграме с ними прочитали весь Новый Завет. Все открыли своё сердце, мы все единодушны, единомысленны. Я славлю Господа, что у меня есть моя семья. Они выросли, вылетели из гнезда, и теперь сами уже, сами заквашивают мир. Мне нечего им дать. Они стали делать свои каналы, это прекрасно. И дело ни в каких там сейчас громко сказано, свои каналы, проповедник. Да благовестовать не надо большого ума. Говорить о том, что Бог есть любовь, что ты человек, его образ и подобие. Что миром правит любовь, что сущность бытия только благо и любовь. Что зла, сущность и зла вообще не существует. Перестаньте грешить, и мир будет царством Божьим на земле. Это несложно говорить. Человек, ты бессмертен. Человек, ты дашь отчёт. Да, юноша, ешь, пей, веселись. Но помни, все дела Господь приведёт на суд. Да, мальчик мой. Ничего, цепился. О, у вас кухня, это просто жутко. Любишка моя. Мы должны заквашивать. Мы должны дальше возрастать. Мы должны сами возрастать и дальше учить. Делать учеников, а из учеников делать учителей, чтобы они, в свою очередь, родили новых учеников. И из них вырастили учителей. Кто смотрел мой ролик о теле Христовом, там я сделал такую табличку. Кто знает, может добавляться. И вот как прекрасно, что там помимо почты будет ваш собственный канал. На этом канале вы будете читать Новый Завет, открывать свое сердце. Человек может действительно зайти и сразу послушать, что у вас в сердце. Кто вы есть-то? Какого ты духа? Чем переисполнено, преисполнено и преизбыточествует твое, так скажем, пока христианское сердце. Христианское ли оно? Или какое? И это здорово. Это очень здорово. Я в описании оставлю ролики на уже существующие каналы, кто открывает. И что я хочу сказать. Я считаю, вы знаете, я все время люблю это выражение. Я считаю, что и действительно так я считаю. Я убежден в этом, что сейчас наиблагодатнейшее время для церкви. Большего благодатнейшего времени, по крайней мере в странах негонимых, где христианство, с развитием новых технологий это время можно сопоставить только с, ну, по крайней мере, известным временем в истории. Кто знает, реформация была в Европе, потом, соответственно, в других странах, в России тоже была так называемая реформация, которая ничего хорошего не принесла, но способствовала. Ее источником было именно то, что было развитие технологий. Развилась машина-печатание, книга-печатание, ну, машины стали, да, вот, соответственно, развилась, ну что, ну что, соответственно, стала развиваться книга-печатание, то есть уже не переписчики в ручном режиме, уже были пресс-формы, машины, и все это пошло-поехало, да, книга стала, хотя тоже была дорогая, но была все равно доступна. Вот, и именно с этим развитием технологий была связана всплеск вот этот, всплеск доступности слова Христова, всплеск доступности Евангелия, благой вести. Люди действительно познавали истину, это был скачок. Конечно, потом сатана все, как всегда, превратил в систему, но это уже, уже, что поделать, вечная борьба. Сейчас то же самое. Обратите внимание, то же самое. И надо пользоваться этим моментом, и на Ниве Божьей потрудиться, это дело любви. Что Господь сказал, что толку ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? Ну, что толку? Ну, конечно, мы должны заботиться о ближних, о семье, а даже о врагах, дать им кусок хлеба, а потом ему только слово-то, а то любят нищему проповедовать. Да ты сначала сделай ему блага, брюхо ему насыть, потом дай слово. Это тоже очень важно всегда понимать. Сейчас наиблагодатнейшее время. Каждому доступен Ютуб. У каждого есть регистрация. И вот комментами паршивыми, обличительными, злословящими, поносящими весь Ютуб понаполнили. Да у тебя есть регистрация. Открой свой канал. Ничего тебе для этого не надо. Поставь человеческую аватарку со своим лицом, а не с какой-то там, непонятно кем. Сделай шапочку хорошую, которая уже скажет тебе о сути Евангелия, любому не тебе, а любому зашедшему на твой канал. И читай Новый Завет. Делайте это с подкастов. Начните с подкастов. Что такое подкаст? Аудио записывать можно на все, что угодно. И картиночка на экране. Все. Голос за кадром. Картинка. Хотите посложнее ролик несколькими картинками. Что вы читаете? Я считаю, что сейчас каждый уважающий себя христианин должен записать Новый Завет на Ютубе. Открыть свое сердце миру. Проповедовать этим сам. Это же Евангелие вы читаете. Вы уже благовествуете. Вам с дивана сходить не надо. Что для этого нужно? Любой древний диктофон. Смартфон. Все доступно. Записали. Смонтировать можно в любой доступной программе. Самой дешевой, самой бесплатной. Я говорю, картиночку соединить с аудио. И закинуть это на Ютуб. Открыть сердце. Благовествовать миру, когда вы будете читать Евангелие. Когда вы будете читать послание, это уже к церкви относится. Послание, книгу деяний. Вас будут находить братья и сестры. Вы будете находить себе родных душ. Это же вам нужно. Евангелие нужно язычникам. Чем больше мы Евангелием, Евангелие, настоящим, просто чтением, хотя бы. Просто читайте от сердца. Какие мысли приходят, говорите. Благовествуйте. Евангелие. Просто не надо уж совсем от себя тяну. Вот иначе читайте, и что вам на сердце приходит, открывайте сердце. Это Евангелие, это есть благая весть. Это есть уже подсказка. Читай просто эту блаженную книгу, всем доступную. Не пренебрегай, как Господь говорил, сын, Божьими дарами. Чудное время. Книга деяний, послания. Что нам дает церковь, жизнь церкви, раннехристианской. Сколько опыта, сколько информации. Это же как здорово. Почитай, найдешь себе братьев и сестер. О, вон ежик. Пойдем с вами ежик. А, сейчас он вылезет. Куда-нибудь. У меня тут ежей полно, целые семейства. В прошлом году их штук пять я видел разных. Вон он, далеко пока, а то спугнем. Если сюда подберется, покажу вам ежика моего. Не знаю, видно вам. Вон он он. Масенький. У меня тут, как в заповеднике. Вот так вот. Короче, только не пугайтесь. Иногда мне потом некоторые пишут, ну, кто действительно от сердца ко мне, с открытым сердцем и ко мне, говорит, Дима, ну я не могу. Я там или старый уже, или картавый, или у меня чего-то нет. Я говорю, как говорит мой учитель Иисус. Я говорю в толпу, говорю всем. Если тебе это обличает, это к тебе. Если у тебя нет возможности, если ты тебя никак не трогай, да это ни к тебе не относится. Вы поймите, Иисус сказал юноше, конкретному, безбрачному юноше, пойди, продай все имение свое. Вот меня это всегда терзало. Я знал, что эти слова в мои уши. И я так поступал. Это не ко всем относится. Это не относится к замужним. Все продать и жить на улице. Ни в коем случае. Вот здесь то же самое. Не надо мне там писать, отмазаться. Я никого лично не укоряю, вы знаете. Но я призываю. Особенно молодых. 20-60. Обязательно это надо делать. Это наше поколение. Мы ответственны за него. Мы должны благовествовать. Но особенно самый яркий возраст, 30-40, я считаю, это вообще пик. Мы когда будем благовествовать? Да, когда у нас, а так, повялять мы будем. Уже сил не будет на один ролик. Мы будем засыпать на ходу. Посмотрите на Крестителя. 30 лет. Иисус Христос 30 лет. Это апостол Павел. Очевидно, что 30 лет. Ибо он, когда сторожил одежду Стефана, сколько ему было лет-то? Если он еще ни на что права не имел. Небось, как только 30 лет достиг, и как можно было любому мужчине говорить в синагоге, он и стал этими заниматься гонениями церкви и всеми этими вещами. Так что всех, кого это цепляет слово, откликается в сердце, ничего не бойтесь. Будьте и главное, не думайте, что вы какая-то, какая-то не такая. У вас нету дара слова, дара разумения. Вы медленно читаете, у вас акцент. У вас нету времени каждый день записывать. Можете только раз в неделю. Ни о чем вообще не думайте. Не надо ни на кого быть похожим. Будьте самим собой. Бог вас откроет такими, какими вы ему нужны. Одну пробуй в неделю, записывайте одну. У вас дети, где-то есть возможность уединиться. В машине. У вас нет дома, у вас дети. Вы в машине едете на работу. Остановитесь на стоянке 10 минут прочитать Евангелие дома. Потом даже с детьми уже они вам не мешают смонтировать ролик на компьютере, загрузить на YouTube. Это все отмазы. Было бы желание. Было бы желание осветить этого миру. А это дела любви. Это будет говорить, если у вас любовь к людям. Благовестие. Учительство в церкви. Когда вы будете читать книги Иоанна, послания апостолов. Вы будете вытаскивать людей из религиозного и всего этого болота культового, протестантского, где-нибудь там, слепили систему рабскую. Людей держат в оковах страхами. И религиозное рабство, ортодоксов. Вытаскивать их оттуда надо. Освобождать людей. Чтобы заквашивали мир свободой в любви. Ничего Богу от нас не надо. Освобождать людей. Раб не может быть счастливым. Только свободный человек может обрести счастье истинное. И полнота зрелости души достигается только в любви. Ничем иначе. Это одно из дел любви. Это доступно каждому. Каждому ничего не надо делать. Вас никто не видит. Я говорю, сделайте аватарочку, только свою поставьте. Что это за христианин, который прячется за всякими там картиночками. Яви себя миру. Кто выходит из пустыни, тот все, тот рожден свыше. Он ничего не боится. Он светит миру явно. Я говорю, сделайте шапочку. Я буду все помогать. Сейчас я расскажу. Вот так вот. Я убежден, что каждый уважающий себя христианин, любящий ближнего, живущий в современном мире, должен, как говорят, каждый мужчина, должен посадить сына или дерево? Дерево, по-моему. Вырастить сына и построить дом, да? Ну, это язычник и грешник. А христианин должен еще плюс ко всему к этому записать, покаявшийся вот этот язычник и грешник, записать новый завет на ютубе. Я убежден в этом. И всех, кого касается мое слово, я призываю ничего не бояться. Ни на кого не равняться, ни на кого не смотреть, ни себя ни по кому мерить. Бог одного раба, вы помните, с другим их не друг с другом мерил. У кого один, у кого два, у кого пять талантов. Он их не с друг с другом мерил, а с тем, что он их дал и что с них просил их сделать, и за это с них спрашивает. Вот и все. Берите, конечно, можно смотреть на лучших и равняться на них. Не надо им не завидовать и не надо их поносить, не принижать. Равняйтесь на лучших. У этого человека дар слово, поговори с ним, откуда у него дар. У этого дар разумения писания, и это как и в жизни, как и в спорте, да и даже в христианской жизни. У этого долготерпения, спроси у него, как он этот, как он все терпит, все скорби, все трудности, как он уповает, как он радуется, даже когда его поносит. Спроси у него, он тебе расскажет. Он опытно проходит христианскую жизнь. Если христианин, ничего от тебя не скроет. Ну вот как-то так я вам сердце открываю. Это будет серия роликов, я заведу плейлист, христианский блогер, наверное, о, что-то такое, но это я на ходу уже придумываю. Вот, и вот там я буду выкладывать разные ролики, помощники. Я, во-первых, расскажу, поделюсь своим двухлетним опытом. Третий год пошел, третий сезон у меня открывается как раз с летом, с весны. Я начал два года назад с весны, и вот сейчас третий сезон, третий год, как я в ютубе. Я буду делиться своим опытом, вот, и я буду и таким устным, свободным, и я буду технически помогать. То есть я буду выкладывать какие-то, какие программки полезны, нужны, как это все делается, что надо настроить в канале, как делиться там, как обрабатывать. Даже буду давать достаточно грубую пищу, она, может быть, кому-то не нужна, но, может быть, кому-то нужны мои знания. Может быть, кто-то жаждет, алчит большего, есть возможность. Вот, я буду давать на разную публику, может быть, это не всем нужно, но кому нужно, тому нужно. Вот, может быть, будет человек, готовый себе целиком и полностью этому посвятить. То есть я постараюсь выложиться по максимуму, что есть. Вот, сейчас не буду ничего, я ничего не планировал, по какой схеме. Просто начну вот как, да вот так вот. Со следующего ролика скажу, кто, как, что такое, что вообще самое важное в блогинге, что главное в проповеди. Это, конечно же, слово. Вот, и вот так буду рассказывать какие-то вещи. Я очень много перерыл, я очень люблю эти вещи совершенствоваться, изучать. Вот, но это далекий, долгий путь, и я поделюсь сливками. Вам останется только их, грубо скажу, или мягко слизывать. Вот, и питаться ими. Сливки, я очень сливки люблю, когда вот продаются в пакете. Ой, вкуснотища! Особенно я тут в деревне попробовал с настоящего молока. О, это вообще! А вон и к нам ежичек напоследок под ролик идет. Куда ты, куда ты? Ну, вон он, видите? Они так сопят, прикольно, вообще жуть. Иди ко мне. Слышно, как сопит? Ой! Да не бойся, не бойся. Шипит, сопит. Ну, вот так у нас тут ежичек. Да ладно, я тебя обижать не буду. Ну, все. Вот такой первый ролик. Потому что у меня уже братья и сестры пишут. Я индивидуально, конечно, с ними тоже там по скайпу помогаю. Ну, то я тоже и в свое время одно и то же им все объясняю каждому. То я буду показывать. Я буду вот тоже записывать эти скриншоты. Буду уже за компьютером что-то, что-то в устной вот так форме. Может быть, кому-то это любопытно. Вот. Сам я этот опыт тоже собирал. Что-то косячил, что-то. Зачем свои шишки набивать, если уже можно все это проходить? Покажу все оборудование, какое я там покупал. Что нужно, что не нужно. Я говорю, в принципе, кому-то может пригодиться. Все расскажу, все поделюсь от чистого сердца. Вот. Это тоже здорово. Это интересно. Это просто. Вот. Но самая главная задача – это светить. Это любовь. И это сейчас здорово. Мир технологий. Мир виртуального мира. Мир виртуального мира. Тавтология, да? Мир виртуальный. Чего? Слово. Короче, вы поняли. Ну, вот так вот. На этом все. Все мои контакты у вас всегда на экране. В описании к ролику есть тоже все мои контакты, все полезные ссылки. Кому ролик понравился, ставим лайк. Делимся им со всеми, кому это интересно. Под роликом в описании. Не в описании, а пишите, какие у вас мысли, размышления, комментарии. Вопросы, советы. Может быть, свой опыт какой-то. Кто знает, на канале Христалюп Лайв по субботам. Кто не знает, я объявляю. В 15.00 в прямой трансляции я стараюсь отвечать на все вопросы, какие есть. Ну, или на самые интересные. И зачитывать, что тоже интересно. Ну, все. Всех нежно целую. Крепко обнимаю. Любите друг друга. Пока-пока. Продолжение следует...